так автомобиль mazda примаси какого года на 2001 год замена масла сейчас уже открутили пробку заливную и теперь здесь дима делает делает надрез до надрез подлазит то есть убрал с ямы доски и сейчас будет откручивать 10 пробку сливать масло сколько стоит автомобиль 230 тысяч до масло и нес масло нравится масло берем специально сертифицированное масло для этих автомобилей типа японская до типа да типа все прям классно 10 в 40 просрочено 9 года можно просрочно нормально фильтр все как положено так а фильтр чего у нас тут за фильтр с 901 до набор головок вик что у нас здесь я не пойму на данном автомобиле наверное не предусмотрен масляный фильтр скорее всего с другой стороны стоит сейчас посмотрим найдем найдем ты первый раз до меня лучше расскажи про автомобиль как тебе автомобиль сам автомобиль в принципе ничего ничего хорошего ничего ездишь сколько на нем уже накатала 3000 после капитального ремонта до 1000 капиталю ну не понятно берем значит мы сейчас на сколько ключ головка 19 головочка головка 19 отворачиваем срываешь до масляную пробку а где защита пластиковая стать нету кстати и нету сейчас вопрос потом да сейчас весна начнется все зальют у тебя под капотом то хотя вот эти вот штуки боковые они здорово помогают мне кстати тоже защиты не было на ходе так это крутишь а вдруг сейчас как рванет ну смысле не рванет а сорвется последний и побежит тебя болит горячим маслом представь ведро специально так выберем оба пробку чуть не уронил дурани чуть-чуть не уронил второе масло вон такое черное достава а ты меня вообще у динетащик нет еще вот первый раз ну что пять тысяч и там десять тысяч назад меняли но но я взял она была чистенькая вообще да и видно так вот масляный фильтр он стоит сзади двигателя ближе к салону с правой стороны по ходу до пошел подался он рукой или надо давить сильный фильтр пошел от руки это хорошо поставить ну да лампу надо так вот сейчас включили лампу не было лампы нашли лампочку а вот и рвота стоит видите сзади под под впускным коллектором ну вот фильтр сняли марка avantage модель это старый фильтр от модель корея тоже корейский да будем ставить сегодня века что-то такое да вековский с 901 но думаю они будут тоже отсердно-типные стоять резьба подошла там чуть побольше чуть поменьше да вот там принципе тоже то же самое да но я же это больше чуть ну да масло будет лучше фильтроваться все старенький можно сюда и отправляем на утилизацию сейчас дима расскажет свой опыт как он промывал двигатель рассказывать хотелось промыть двигатель на автомобиле еще было тойота у меня хотелось я промыть его промывочным маслом да вот этот двигатель а тойота тону про мы значит двигатель масло промывочным но мне рассоветовали сказали что лучше заливать обычное масло обыкновенное думать между времени слить его и все я пол и я полностью согласен вот поэтому здесь мы будем делать то же самое зальем маленько сюда масло сейчас поездим масло зальешь тысячи на 2 на 3 да и потом сольем снова и все и зальем опять то же самое масло если деньги есть то это лучший вариант а если их нету то лучше вообще ничего не делать да и не покупать машина все правильно ну вот сейчас значит этот фильтр зальется маслом чтобы не было масляного голодания говорит кто как мы будем делать а я тоже всегда льем по-другому теперь берем значит мальничка этим же маслом и смазываем резиночку более плотно прилегала она у нас тому место то место куда вы закручивать будешь очищать да сейчас мы протерем сюда нам тряпочкой аккуратненько это уже дело фильтр масло то бежит рано убрал ведро мало рано убрал так сейчас на тебя будет бежать не дождался да когда масло убежит немножко хотя надо было бы дождаться ну давай-ка ведро туда еще сюда так все масло нас здесь слилось подождали мы так где-то примерно минут 20 чайку попили да да масло слили заворачиваем теперь пробочка сюда обязательно пробочку надо подтянуть ключиком до часа 19 ключик опять заворачиваем руки усилия предлагаем небольшое чтобы не сорвать ничего здесь сколько людон 20 кило джоули до 20 минут 25 вот так вот и подтянули берем тряпочку еще раз все протираем здесь чтобы потом смотреть на подтеки масла до если только не появится вверх смотрим значение здесь отверстие которое у нас было заливное ты протирать же будешь это дело вот видите да все протерем заворачиваем масляный фильтр опа сразу подтягиваем подтягивать только от руки до без ключей без ничего потому что она потом присосется туда потом хер открутишь все масляный фильтр на месте еще продлен там спасибо дмитрий анатольевич подробный рассказ александрович ой александрович да ё-моё этот премьер-министр да да вице-президента дмитрий анатольевич при медведев при этом директор правительства российской федерации да если пример все хотя убираю сюда мы разок хочу будешь проверять скажи ручкой а фильтр да да вот так вот все все вот такое было черное масло двигатели спустя 3000 так он там у тебя наверное уже разрушается раз черный весь ну двигатель но я говорю было чисто сейчас черное значит двигатель разрушается скоро ему куда примерно как мягко говоря масло начинаем заливать сколько будешь лить всю канистру нет насколько на литра три с половиной сюда войдет а как ты угадаешь три с половиной ну примерно на глаз вороночку упадет масло вот дмитрий александрович хотел залить масло а про воронку забыл ну делаем воронку из подручных средств вот такая бутылка как называется ситро сейчас буду и будет делать я сниму покажу на держи так вот берем бутылочку вот такой вот ножичек все из подручных средств гольные выдумки хитро да протереть надо да чтобы протрон чтобы водичка не попала в масло три целых ноль три грамма и начинаем заливать и поторопился как всегда надо протереть обязательно давай я помогу подержи подержу одну рукой вот так немножко приподнял чтобы там было куда воздуху выходить да да все вот теперь все четко видите как лезть дофига еще не на еще по щупу то посмотришь когда булька это намедленно бежит немножко залили щупку правда обломаны да вот давай смотри достанем и посмотрим оба сейчас протрем его еще раз обязательно протереть потому что масло старое могло на нем остаться да да конечно достаем и и смотрим ну вот она примерно серединка из куда чуть чуть побольше серединки ну отлично сейчас заведешь маленько разойдется еще подойдет да потому что фильтр же тоже уйдет конечно на всякий случай дима проверяет бежит не бежит там через фильтр мало ли что опыт подсказывает что нужно проверить да нормально ничего не бежит это все получи должно постояла сколько она где-то на минут 20 на 20 все же заведу маленько у нас заведи минут на полминуты она разойдется и потом еще раз когда лишь и будет окей сейчас дима закроет горловину заливную чтобы завести на минуту автомобиль чтобы масло разошлось и еще подойдет вот теперь смотри уровень нифига вам фокусник раз заглушил опять а из-за чего так нагревается посмотрим сколько ушло маслах после заводки это если ничего не сейчас она разболтана подождем пусть пока стоит половина видите половина все нормально значит подливать чуть-чуть подарешь все таки но я всегда половину у себя оставляю смотри там до уровня давай потому что дорога будет долгой немножко подпадает будет до на больших оборотах мы будете подъедать все равно не у них не жрет вообще да ну все значит придерживая опять же помогаем мне а 140 ты на автобане даже где-то ехал ну конечно вообще-то у нас до 90 до барнаул на волтайск понятно автобан барнаул там хорошую дорогу сколько грамм 100 подлил до 150 все все меняйте масло мазда примасив неплохая машинка надо вам сказать такой салончик офигительный мне прям нравится сам салон большой вот ну и любая машина требует ухода также да хоть для запорожье с хоть мазда хоть хоть лексус на лексус тем более будет требовать ухода как говорят оружие любит смазку да как чистоту и смазку любовь и ласку и чистоту и смазку вот так так и мужчина ну все всем пока